Сестра! Канифоришься? Немножко. Музовини же эти традиционные ценности. Да? Растегаешься быстрее по древу жизни, что ли? Я вас не понимаю. Что вам понимать-то? Позитирчику надо немножко добавить тут. Сейчас, ну, ой! Ничего, ничего. Я уже напрягался. А вы могли бы прояснить, что вы имеете в виду? Я имею в виду... Сейчас. Девочка, дай палочку давай. Палочку? Да. Я как-то очень опасался. У меня... У меня... Как там... У меня... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Фёдор Дёмин, Мария Гуляева, Илья Олегович. Ещё один день я был внесен в список по инициативе ведации интернет-журнала «Вам Мангу». Это Иван Анафорев, 12 лет, город Белград. Читатели с большой буквы и авторы лучших эсэн награждаются специальными дипломами и книгами, приглашаемых на сцену для вручения дипломов. Пожалуйста. Здесь все, кто вы назвали. Пока наши лучшие авторы получают свои призы, я объявлю о моменте истины. Момент истины заключается в том, что каждому из авторов эсэн обещана книга. Но эту книгу уже по такой сложной традиции победители будут выбирать себе сами. И я должна сказать, что это ситуация, в которой члены жюри причастны к созданию этих книг. И конкурсанты меняются местами, потому что каждый раз, когда человек выбирает из ряда книг что-то одно, то это и есть конкурсная ситуация. И в прошлом году у нас члены жюри требовали валерьянки. Они лежали с разбитым сердцем, потому что оказалось, что чью-то книгу не выбрали. И это был ужас. Поэтому мы решили сегодня, поскольку нам нужно сохранить членов жюри для третьего сезона, но при этом оказаться верным традицией, мы решили сделать так, что победители выберут себе книги, они сейчас пойдут этим заниматься, но они их прижнут к сердцу и потом во время фуршета подойдут и просто попросят автограф. А мы не будем, как в прошлом году, озвучивать, кто у нас попал в список выбранных, а кто не попал, потому что членов жюри нас пока меньше, чем конкурсантов, и мы вынуждены к таким санитарным нормам прибыться. Пожалуйста, давайте. Алексей Ульянов, кто? Поднимаем руку. Нету? Алексею Берлину нету. Есть Алексей Ульянов? Есть Алексей Ульянов? Есть Алексей Ульянов? Здравствуйте. Его придите. Поднимаем руку. Давай. Давай. Второй диплом. Вот видите, целый чемодан дипломов победил, будет интересный, маленький. А, на поезде, на поезде можно. Да, так. Арина Мишак. Нету ее. Арина Мишак. Андрей Леонтьев. Арина Мишак. И так, с большой буквы, Иван Кулинич, есть? Нет? Есть. Ура. Арина Мишак. Теперь автор и лучших эссе. Да? Иван Агапонов. Да. Арина Мишак. Арина Мишак. Арина Мишак. Смотрите, вот дорожка, она видит за детным столиком. А вы подферили Зимир Ханс. Алена, отведите. Пусть Алена отведет. И Грибой Револков еще тоже долго здесь. Простите, я пропустила абзац. Значит, смотрите. Вот у нас были авторы, которые выбраны были взрослым жюри, а потом детское жюри сформировало свою тройку победителей. И туда вошли Зимир Ханс и Булаев 12 или нет? Было, было. А потом забылила. А потом забылила. А потом не выключили. Так, хорошо. Значит, теперь вы проходите к заветным столикам, а мы продолжим пытаться кого-то дать. Выбирайте там. Вот надо идти по дорожке, вот туда, вглубь. Так, значит, пока. Дальше мы представляем еще двух очень важных для конкурсов людей во всех сложных и спорных вопросах. Организаторы конкурса обращали за помощью детскому жюри. В детском жюри работали. Богдан Иванов, который, к сожалению, отсутствует. Сеня Барышева. Алиса Иванова. Алиса Иванова. Борисович Мурский, Кирилл Молковникова, Матвей Юрский, Женя Матвейнов, Ака Ленская, Миром Зубов, который идет от нас. Я хочу сказать, что мужская часть нас представлена одним Димой, который, может, пойдет ответ на вопрос, почему же, посмотрит на все остальное жюри и поймет, почему Маша не отправилась с Дубровским, когда он пришел меня спасать. Так, значит, мы просим членов детского жюри подняться на сцену, просто чтобы на вас... Или спойте. Я сейчас просто скажу, что вам надо будет сделать. Как и в прошлый раз. Вам предоставляется право выбрать себе книгу, вы ее также спрячете и потом подкрадетесь к автору, который здесь присутствует, чтобы взять автограф. Но сегодня вы будете выбирать две книги. Одну книгу вы будете выбирать для себя, а другую для того парня. У каждого из вас есть... Был свой участник конкурса, который почему-то не победил, но вы за него очень болели и вы очень хотели, чтобы он занял призовое место. Вот сейчас у вас есть эту возможность исполнить. Вы будете выбирать книгу, представлять себе этого участника конкурса и потом нам буквально в двух словах надо будет объяснить смысл жизни. Почему вы выбрали эту книгу для этого участника конкурса? Так. Пока, значит, там разбираются со смыслом жизни, я объявляю еще важную вещь. Взрослые у нас тоже сильно переживали, потому что они понимают, что они будут отвечать перед высшим судом, и они тоже просили дать им слово. То есть мы решили, что в этом году те члены жюри, у которых был такой полюбившийся им конкурсант, выйдут и что-то о нем скажут и подарят ему что-то от себя, персональное. А мы на этом сэкономим, потому что это будет подарок от членов жюри. Итак, начинаем Юлия Кузнецова. Может, я не верну? Может, детей вернем? Так это детей вернем? Так это детей-детей. Иди идешь, и все, по-моему, они у меня детей-детей, да. Юль, ну, хорошо, у нас нет тут, у нас нет, ну, ну, ничего, нахожусь, что-то. Юлия Кузнецова. А мы там субтитры. Юль, мы можем субтитраться. Мы можем субтитры. Мы можем субтитры. Это мы передаем. Скоро слышать, надо бы никого-то полосить. Нет, тут надо сказать, что они субтитры. А мы можем субтитры. В этом заводе было очень много интересных, хороших работ. Я очень благодарна всем конкурсантам, с кем мне удалось, скажем так, поработать, с ночью на работе. Очень запало у меня в душу одно эссе. Эссе или рецензию, рецензию, написать очень трудно, по понятной причине. Эссен писать очень трудно. Хороший эссен написать еще труднее. Рецензию, которую понравилось бы автору, написать не трудно. Не трудно. Нет, не трудно. Автор, пиши, что, в принципе, достаточно. Автор, порадовать автора. Из трех слов. Но вот такую хорошую, серьезную рецензию, которую понравилось бы автору, филологу, написать прям, мне кажется, почти невозможно. И вот Саша Ухурина написала такой эссе по книге, о моей книге «Видваный жучок», что я для себя открыла какие-то новые глубины, какие-либо... Спасибо! Я с рукой не подумала, а там, когда он такой голос подписал. И поэтому, с большой благодарностью, я принесла Саше книгу, которая называется «Где папа?». Это тоже моя книга. Вот. Эта книга уже не продается в магазинах, потому что уже тираж расступлен, и пока переиздания нет. Но она планируется завязать с книгом подгид. А это, значит, да. А это завязать с книгами по Мещерякову. Вот. Завязать с книгами по Мещерякову. Поэтому я принесла эту книгу. Для Саши подарок. Возможно, подпишу. А Оля ее передаст. Спасибо, Оля. Оля. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А, мы ждем. Тогда мы ждем. Так. Нет, нет, нет. Это чужие. Это не важно. А прикоснуться. Прикоснуться. Так. Наталья Нусил. Я хочу сказать спасибо. Большое спасибо. И организатору конкурса, и всем его участникам. Прежде всего, за то огромное удовольствие, которое я получила благодаря тому, что меня пригласили работать в этом жюри. Вообще ситуация несправедливая, потому что призов мало, их получают некоторые, а член жюри получает огромное удовольствие от всего, что они читают. Практически, по-моему, не было работ, которые в той или иной степени не были бы интересны. И я хочу от себя наградить, вот, среди многих людей, чьи работы мне понравились, я хочу наградить двух человек, которые по каким-то причинам не получили приза. Я надеюсь, что они получат обязательно в будущем. Я им желаю удачи. Мне их работы очень понравились. Я хочу им подарить свои две книжки. Вот. Одна книга написала. Девочка, которая... Она даже там фамилию свою написала. Я думаю, что вы по анкету найдете. Александра, 13 лет. Александре, 13 лет. Автору эссе о книге «Цивилизация древнего мира». Книжка о единстве миров и близости цивилизации. Сердечно от автора. Это моя книжка «Курячий бог». В «Розовом жирафе» она вышла. А вот эта последняя книжка «Курячий бог». Я хочу ее подарить Вике Наконечный за любовь к волшебству и умение его почувствовать. Сердечным приветом от автора. Я не знаю, если... Если нет, мы на него организовываем. Спасибо. Дмитрий Гассин, пожалуйста. Я хочу сказать, что было необычайно увлекательно читать работы всех, которые мне достались. Это было захватывающе. А вот ставить оценки было очень-очень тяжело. Я не припомню труднее дело в своей жизни и болезненнее. Работу-то я читал с удовольствием. А вот пока не додумался писать комментарии с какими-то советами или пожеланиями тем, кому я не могу поставить самый высокий балл, какой-то поставил всем. Я не мог оценить никакой данной работы. И я хочу еще наградить одного нашего участника, его зовут Григорий, 12 лет. Он увлекается астрономией. Потому что все, что я мог написать и оценить по литературной части, скажем так, я уже сделал. А вот тут вот хочется подарить ему хорошую книгу. Это Андрей Леволевский и Евгений Апостроват. Бежим отсюда, чтобы он не только учебники по астрономии читал в будущем, но и его обязательно найдет. Он взял себя в компанию двух, а еще человека в сфере. Да. Мари Матеросева. Можно, да? А, можно, да. Так, Маш. Мари Костяки. Они не хотят позвращаться. Как это? Они остались только в этой больнице. Куда отбрали ли детей, Марина? Грючевка, здесь не у тебя. Машка стекла. Да, Настя? Да. Походите. Здравствуйте. Мне очень понравился выбор книг, по которым писала Настя эссе. Одна книга написала «Подающему», и вторая сказка, которая называется «Петергород и Валец в Лунове». Это вообще единственный автор, который написал в этой книжке эссе. И в каждой из своих работ она искала какие-то вопросы, которые есть в книге. И она же искала ответы на них. Мне это очень понравилось. Я хочу поблагодарить вам сборник мультфильмов. Но это не детский мультфильм. Это не мультики. Это взрослое анимационное кино. Но я думаю, что это вполне дорослает. Там тоже есть вопросы, какие-то надежные ответы. И картинка – это кадры из мультфильма. Настоящие ручные работы. Да, режиссер Алексей Демин. Он известный режиссер, но нам-то знал в «Орла». Однажды преподаватели в «Амгитии». Это фестивальное кино, которое мы могли еще увидеть. Мне кажется, что медвежон, который забрался на сосну, он очень символизирует от всех читателей и участников конкурса, которые забрались куда-то высоко. И с высоты они видят больше, чем со стороны. Спасибо большое. Добрый день. Вы уже поняли, что добрая половина членов жюри – авторы или переводчики. И они, конечно, особенно ревниво и с особым трепетом читают эссе, по своим книжкам. Я не исключение. Но я действительно болезненно к этому отношусь. Мне редко нравится. Вот в чем дело. Да. Мне редко нравится. Юля, неправильно, что вы написали. Достаточно похвалить, что я пишу еще. Нет. Все-таки там должны быть довольно тонкие вещи, которые, как мне кажется, очень хорошо удалось пропустить через себя Олегу Андреевенко, который написал эссе по книге Кедди Камила «Удивительное путешествие в ролике Энварда». Человеку всего 11 лет. Это еще не тот возраст, когда… Ну, и будет передотомка. Да, да, да. Ну, вот я про него расскажу. Я оторопела, когда прочитала это эссе, и полезла. Я вообще не читаю анкеты так же, как Катя. Я это потом могу прочитать. После эссе. В крайнем случае, если что-то интересное. Вот. Но тут я полезла читать и поняла, что это еще и музыкант, что это человек, который какой-то совершенно обладает удивительно тонко настроенный на прекрасное и на вообще все тонкое, что нас окружает, вот человек в 11 лет. И я ему хочу просто еще одну книгу Кедди Камила, которая для многих прошла как-то мимо стороной. Многие книжки ее знают и про собачку, «Спасибо, Бонзикси», и про «Мышонка-дисперо» и новая книжка. Сейчас вот вышла, я уже вижу у кого-то в руках Флора и Одиссей. Эти книжки знают. Вот эту книжку как-то знают меньше, а она очень хорошая. И она, вот как раз Олег в 11 лет, сейчас почти 12, да, он сейчас как раз вырастает в тот возраст, когда надо эту книжку читать. Называется она «Парящий тигр», это повесть, там нет, нет, ну почти никаких элементов сказочных, ну не считая того, что вообще посреди леса был найден тигр в клетке. Ну разве что-то чудо. Ну разве что-то чудо, действительно. Потом он в конце немножко взлетел. Это тоже в общем мировом зоне. Это повесть про ребят. По титулу там вообще, так, факультативно. Спасибо большое Олегу, спасибо устроителям конкурса за огромное удовольствие, которое мы все получили в процессе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ